вы родились в берлине в 1982 году в августе еще до падения получается стены берлинской вы ощутили вот этот вот момент когда рухнул вот этот занавес и вообще где вы в какой вы стороне родились скажем так я делся и вырос западным частью берлина как раз меня было там буквально семь лет когда стена упала и в этот ночь это было конечно очень впечатлительное событие в эту ночь я так раз ночевал у друга и в самую ночь конечно мои родители и родители моего друга как-то они не хотели как-то детей везти прямо к стену там где все собрались потому что не знали насколько это может быть опасно но в следующий день с утра мы пошли конечно и видели как люди сразу начали заниматься с тем чтобы эту эту стену как-то разобрать разобрать и было этот звук как люди пока мы бьют это было такое впечатляющее люди стояли на нас на стене и но пели первой машины приехали это было такое интересный момент почувствовали вот это вот какое-то единение прямо ты нации вот да это это было с обеих сторон как-то люди долго об этом мечтали и желали вот вот объединиться это было для нас как-то искусственная стена потом конечно мы уже поняли что как-то это эти в этих годах мы конечно и немножко разные разные воспитания прошли что мы как-то друг друга не совсем осознаем на как равные ну ну как равные понятно но не как одинаковые но в этот момент мы просто чувствовали что вот вот мы как-то объединились с нашими соотечественниками то есть до этого у вас не было какого-то такого вот общения с восточными вот людьми скажем так которые были в этом режиме советского союза было было потом поскольку моя мама оттуда она там родилась выросла и сбежала в свое действие и и было по моему 16 лет ничего себе то есть она сама без родителей прям решилась да но у него у него был у него было друг из запада который организовал это это не часе у вас это было детектив это приключение да и конечно там ее родители и родственники они все там и когда стало только как-то возможно ездить мы туда и конечно и ездили регулярно с первая только мог с папу нужно на боялась ну да могли я там наверное собрать а потом конечно уже уже мы как-то регулярно ездили а ваша мама вот воспоминаниями делилась вот какие у нее воспоминания остались от восточной ну понятно что она сбежала до что наверно много какого-то негативного вот на что-то может и было такое что-то и запомнилось с хорошей стороны скажем так чем-то она или она говорила что но с одной стороны у него было очень сложное детство очень и в деталях как может быть не не стоит как-то входить но они жили на деревне и там но семейная жизнь она была очень сложная просто и поэтому у нее очень мало хороших воспоминаний она вспомнит что она когда она в школе училась это ей очень понравилось и очень хорошие очень учители были с которым с которыми она до сих пор даже держит контакт это было очевидно очень хорошие такие то есть у нее осталось что это действительно все-таки есть и хорошие люди там да да просто она вначале и веровала в это социализм в эту систему и потом как-то резко поняла что что это просто большая клетка и что самое главное для нее это свобода и ничем не заменишь если даже хорошо вокруг но нет свободы она этого не могла потерпеть золотая клетка как говорится да это же если да все равно клетка принципе для нее было что касается жизненных обстоятельств ничего страшного не было кроме вот семейной жизни вот в раннем детстве но вот тем не менее она она у нее было вот это чувство что надо надо сбежать свободы так в проповеди вы сказали что вы всегда себя чувствовали вот немножко чужим вот как говорится среди своих вы можете вот немножко подробнее сказать что именно вот у вас внутри что-то но одно что я действительно очень рано начал как-то сам искать бога или думать о боге заниматься такими темами а мы мы одноклассники вообще еще не были готовы на это да я в школе я как-то был может быть всегда чуть более развитый в голове чем чем мои поколения в некоторых областях не во всех конечно и конечно как как мы с мамы как-то дальше пошли например перешли в католицизм наши все бывшие друзья конечно на это смотреть и как-то немножко отстраненное мы и тогда уже как-то начали начались чувствовать как-то чужими так раз Берлин это в принципе протестантский район Германии да а там католики тоже можно сказать диаспора чужие среди и так и так и продолжался да и и тоже вот факт что я и из раннего детства как-то чувствовал что вот все мирское все мирские сладости хорошие там пищи или или вот как мы ездили там хорошие гостиницы и роскоши да что это все не то как-то это все как-то на определенном уровне удовлетворяет или или как-то ну просто впечатляет но не выше из какой-то границы и я как-то всегда интересовался того чтобы после этого что выше этого за ним стоит на сайте русской православной церкви за границей и там в патриархии вот нашел такую информацию право что вы вот вы учились а в школе и получили такое вот классическое образование с изучением латыни и греческого кажется это что раньше германия так дети учили что-ли латыни учили и греческий раньше идеал школьный был гуманизм и считалось что вот эти античные языки они как-то фундаментально важны для понятия богословия понятия потом и медицины и разных современных уже европейских и не европейских языков владыка а вы сколько вообще за языков знаете но считать трудно но я конечно вот немецкий английский русский ножка французский это даже может а насколько немножко я начал учить и потом как-то не нашел времени как-то дальше продвигать это ну начал принципе хоро на хорошем уровне потом из древних языков греческий латынь и библейский еврейский вот церковнославянским поле менее до могу читать и и понять в проповеди после того как вы стали епископом вы говорили что ваши родители не были вот какими-то вот атеистами прям вот но в то же время они не были каким-то христианами там мусульманами вот но вы сказали что они вам как-то вот все-таки передали чувство вот веры вот можете немножко подробнее как это вот происходило то есть вы как-то все-таки садились разговаривали там вот по вечерам или и вам говорили вот как бы но да вот в моей семье вот религиозные и даже философские темы были очень ну очень распространенные мы часто обсуждали такие вопросы за столом и дискутировали я могу так может быть разве различать что мой папа он уже как-то откровенные лайцистом был а что такое в таком смысле что он верил очень и верит до сих пор в бога но считает что все религии это от человека как-то человек придумал то есть как организации да вот и поэтому это ему не нужно или ну если иногда что-то нужно он может даже в церковь ходить и проповедь слушать но он считает что это там ничего божественного он не может получать божественного он может получать даже в природе или или где-либо он находится это у него очень выразительное такое убеждение и и при этом он конечно много читал занимался разными религиями от буддизма до христианства и так далее и очень знает свое дело да не читает псалтир молится он мне всегда говорил я 7 раз в день молюсь он это читал в псалтире и я в каком-то я убежден что он действительно молится у мамы это немножко другая история как я рассказывал она из бывшего гильяра сбежала и там конечно вообще ничего не было и поэтому она и здесь начала как-то искать когда она на запад перешла и вот познакомилась с моим папам который верил веру в бога она начала искать то есть по сути он как бы ее тоже приобщил до поисли но в таком смысле что он говорит вот читай вот это нужно его цветы и книги священное писание разных религий вот это он советовал я на это все очень серьезно сделала она читала там боговат кита и вот корана даже что но она в конечном итоге пришла все-таки в православии убедилась что все-таки это истина владыка когда вы впервые услышали про христианство и вообще мы задумались может об этом я думаю вот 13 или или 14 лет мне было когда моя мама обнаружила для себя католицизм как раз и уже меня как-то подключила к этому и мы вместе прошли там католицизация и это было действительно очень хорошо сделано тогда мы ездили женской обитель недалеко от берлина и там одна сестра с нами занималась каждое воскресенье и и тогда мы и сразу заодно хорошо познакомились с проблемами католицизма что тогда сразу для нас как-то стало видно какие проблемы есть да что вот это папизм да она не могла как-то нам давать хорошее объяснение должен быть такой такой папа который не погрешим и церебат и конечно для нас что нас как-то очень возмущало это что в католической церкви причащается телом и кровью христа только священники да мирянам только тело да ну да вот это вот да и объяснение для этого не было как-то удовлетворяющее и так но мы мы очень как-то верно ходили в церковь там мы мы были вместе католики католиками где-то четыре года пока мы вот не перешли в православию как-то начали начали дальше искать уже и дальше продвигаться к корням христианства до сам самому листям самой сути а вот кто вот этот вот человек можно сказать первая ступенька тот человек который реально вот вас познакомил с православием что вот впервые услышали вообще что есть такое вообще восточное какое-то что-то потому что насколько я знаю вот я немножко тут пообщался с немцами то некоторые даже не понимают что такое православие вообще кто-то такие русские какие-то здесь очень плохо занимаемся не синистом я но это как бы не то что я хочу сказать я просто как бы вот как-то тут вот вот будучи католиками мы с с мамой сделали такие паломничества где мы только очень грубо определить куда и например полет забронировали и потом уже просто смотрели куда нас ведет бог такое паломничество мы сделали в греции и на святую землю у нас были рюксаки если что можно и палатку просто все прям не части слова на спальных мешках спать на то что мы иногда делали здорово это очень хороший способ с одной стороны полагаться на бога это такое хорошая лекция да как можно полагаться на бога потому что действительно у нас вел чудесным образом вообще чтобы познакомиться познакомиться с чужой землей с людьми да с народом и и это просто невероятно хорошо так ездить мне кажется потому что так если как-то какая-то группа на автобусе как-то везется туда это как в зоопарк на только через клетку и это было действительно очень хорошо и вот когда мы ездили на святую землю у нас конечно было цель тоже добраться до сына до сына и да и то екатерининского монастыря и там подниматься на на синайскую гору и так далее вот то что и удалось мы когда мы первый раз как-то пришли к монастыру и зашли там тогда стоял перед косницей монах именем иосиф и он как-то нас звал там давайте посмотрите косницу да и оказалось что немножко владел английским языком был египтянином и начал с нами разговаривать он узнал что мы католики и это для него как-то было очень интересно поскольку он сам когда-то был католиком и начал у нас приглашать на службу после службы на на чай там даже там монашеские такие и занялся да и начал нам говорить что вы должны стать православными потому что католицизм это ерес и это для вот первых как-то встречи с православным это первая ступенька можно сказать да это вот эта ступенька на хеосиф да и он даже из известной библиотеки как катерининского монастыря он нам скопировал книги на вот такие ступки ксерокопии и чай нашел там одно вот жизнеписание сергия радонежского о немецком языке и шоу там и маленькие книги которые сравнивают просто католицизм с православным из точки зрения условия и нам передал и кое-что даже послал из египта в германию ничего себе и в последнем в последнем письме он нам написал адрес монастыря минчинского этого этого монастыря ну что он знал этот адрес поскольку владыка марк каждый год ездит туда с паломниками то есть это получается вы узнали об этом монастыре доха через через египет да ничего себе через синай ничего себе да это действительно господь вел вас вот так вот здорово вы крестились в реке иордан это когда произошло и про каких обстоятельств то есть это вы тоже с мамой ездили как-то или вот тут уже когда мы начали заниматься православными когда мы приняли решение стать православными мы так раз вот это обсуждали с вот таким марком и он нам рекомендовал вот езжайте с нами с паломнической группы как я говорил каждый год ездить до сих пор и там мы устроим вам крещение то есть он по сути у вас взял с собой и там и крестил до вердать здорово слушайте это интересная история конечно так но получается в 2002 вы уже закончили гимназию до свою и вы вместо военной службы получается пошли в приюты умственно отсталых все правильно так владыка вот вам 20 лет до молодой человек вот вы почему туда пошли вот как вот что у вас такое или это как-то но обязательно было что-то но тогда это надо было только выбор между или но служение в армии и так так называемая альтернативная служба и я вот обнаружил вот эту возможность служить в таком хайме до который очень рядом очень близко к этому монастырю и думаю так раз я могу здесь как-то поучиться вот но читайте петь и может быть русскому языку и там работать то есть вы получается в это время уже начали изучать русский как-то да да и и и и конечно вот как читайте петь по-славянски и получается вот с воды к маркам вы познакомились вот вам этот монах сказал вот что там есть такой вот монастырь то есть вы туда поехали как-то с мамой да и уже здесь приехали и вот у нас послали с египта да тут в гости здорово то есть его получается владыку уже знаете ну больше двадцати лет где-то да наверно где-то около 97 года мне кажется но уже да больше двадцати лет получается вы пошли в этот приют и умственно отсталых вы там с чем стал столкнулись то есть что там были за люди люди вот которые которые в детстве просто травму травма пережили и психологические травмы разные да 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 но чаще всего у них некоторые вещи как то вместе когда ты родишься вот уже как-то с проблемами да тогда и бывает и детство очень страшное да и был и бывает травма травма психические события и обычно это даже куча проблем у таких людей но сами они они можно действительно сказать как блаженные очень радостные очень ну то простые люди в буквальном смысле да но и и счастливы и мне кажется вы кого-то запомнили там вот был кто-то вот то примут как-то вот вот запал как говорится от которого вот как тот прям полюбили и вот помните до сих пор вот как он даже выглядит этот человек что один история какая-то один такой который до сих пор если мы встречаемся где-то на улице мы всегда как-то начинаем разговаривать он такой очень такое светлая душа когда он увидит меня это но конечно плохой пример но как собака своего хозяина да вот просто раскрывается радостно он просто простой простая душа такая его зовут ханис и конечно разговаривает ни о чем да просто но какие-то ну какой-то чепуха там футбол может быть еще как-то он понимает а так просто чтобы чтобы общаться чтобы пару слов как-то словами обменяться это это уже радостно просто неважно о чем он даже здесь один раз сходил на службу ему интересно было ну как-то не понял понравилось но как-то не понял вот у таких людей вот есть какое-то осознание вот веры или вот это не понимают что то есть там бог или вот они просто вот как тот живут себе и счастлив как говорится не знаю по-разному да это у них разные уровни и мне кажется есть какое-то несознательное как-то отношение к богу но сознательное почти ни у кого да есть некоторые которые даже ходят в католические храмы и там батюшка с ними занимается и который просто это для них просто как но традиция когда опыт и но как-то с ними разговаривать о вере или о боге это фактически невозможно было но я тоже не видел особой как-то нужды потому что у них мне кажется вот это идет через как-то но подсознательное происходит и даже но они не могут это объяснить или или с ними как-то не нельзя даже как-то разговаривать особо таких темах они не могут как-то это выразить словами после этого приюта вы можно сказать сразу и перебазировались в монастырь так получается то есть вы получается поближе приехали а потом по сути уже ну как вы возвращались домой и либо уже когда я там служил я так раз одновременно здесь жил в монастыре и в это время вот этих это было девять месяцев это время у меня вот это желание здесь остаться как-то закрепилась и вообще я начал об этом думать и потом принял решение как этот процесс происходил то есть у вас вы как-то вот задумались а может монахом стать или вот что это за процесс такой ли вот вы просто раздумывали так вот что лучше как-то выбирали или это какое-то вот внутренне вот я просто не могу без этого не потому что там лучше или хуже вот как она вот у вас было но это началось с чувством что вот я чувствовал себе здесь очень хорошо и понял что здесь как-то для души хорошо здесь на продвигаться души да и здесь же не вопрос вот комфорта что вот вам там комфортного тут братья там я а именно что-то внутреннее да и потом я конечно начал обдумывать этот вопрос потому что это конечно очень серьезное решение ты должен знать от чего ты отказываешься одновременно вот много чего там от семьи от того чтобы но иметь семейные отношениях даже того чтобы регулярно видеться со семьей но с мамой папа но да и так далее это все надо как-то обдумывать проходить и принять решение что да я готов на это иначе если человек просто бросается как-то приключение да и посмотрим куда ведет тогда все эти вещи потом появляются и старым заканчивается плохо заканчивается плохо потому что они всегда как-то просто недовольны до что вот а почему я это не могу или почему вот этого у меня нет тогда надо согласно принять решение у вас были такие братья от которые вот приняли такое решение потом вот подумали и приняли другое решение и ушли до но были много да то есть даже вот когда принял монашество уже человек все таки нет скажем у нас здесь довольно вот длительный процесс слава богу я думаю даже именно здесь на на западе это нужно что люди могли действительно себе проверять точно понять у нас обычно там три-четыре года послушник потом иначе то есть еще идет от которой ты еще не обед на всю жизнь от этого еще можно как-то уйти это конечно же не так красиво но это пишу как без без повреждения без каких-то серьезных последствий на так чтобы уже постриженный монах ушел этого слава бога еще не было у нас какое у вас было первое послушание вот когда вы сюда свечи делать свечи делали да то есть не пение вас определили свечи да а когда вы раскрыли свой талант пение это в принципе уже началось миру в берлинском приходе а как мы туда начали ходить регулярно с мамой мы сразу сразу видели что там большая нужда была на клеросе не хватало собраны на всеночных денег на литургии как-то всегда она набиралась народу но на все на всеночных как-то иногда вообще только батюшка сидели стояла и пел и мы как-то начали подключиться поскорее начали учиться вот читать по-славянски и начали участвовать у вас получается было можно сказать много имен в этой жизни да вот вы родились вас назвали как джон джон потом получается когда вы крестились вам дали другое имя да или как юан и уан а джон это его просто и 1 1 тоже да так потом дальше когда вы принимали монашество вас нарекли и иосиф если иначестве вы начали то есть иосифом это как вот прямо тот монах который у вас можно сказать наставил на путь праведный то есть может в честь его как-то знал владыка вообще об этом я думаю нет владыка же нарекает да именно да да он я в этом совпадение да по сути интересно совпадение так а дальше дальше уже в постриге уже и of и of так но по сути мы приблизились уже к вашему уже архипастерскому служению когда вы приняли же и епископства это получается епископа в епископа нарекают либо это тоже какое-то рукоположение идет это и то и другое есть наречения наречения это имеется ввиду к чего именно вот штутгарский вас да это в этом смысла и такое избирание да и потом действительно это рукоположение все возлагают руки еще на не меньше не меньше не меньше чем два архиерея и в принципе есть право есть право митрополита или или первый иерарха в этом участвовать значит московской патриархии это в основном батареарх должен участвовать если он он может это делегировать но в основном он сам это делает вместе с другими архиереями и у нас это наш первый иерарх митрополит иларион восточно-американский вы почувствовали что-то вот изменилась вот на вас на вас возложили руки вот вы стали епископом вот был какое-то такое вот что вот мы поднялись и как-то так ну почувствовать что теперь честно говоря я больше чувствовал изменения когда мне рукополагали его иерея иер-монаха чем его епископа тут это она как-то со временем как-то дошло и даже не что и еще лишь и совсем дошло это меня вот что такое но вот на самом рукоположение я я действительно больше чувствовал как-то груз который на меня ложится у нас вот в россии и в украине скорее всего и белоруссии определенное отношение к епископам то есть это вот я с чисто со своей мирской этой колокольчик как бы скажу что это вот какие-то такие уже сверх люди сверх что-то такое ну то есть такое чуть ли не полубожество какое-то такое ну как бы это ну я честно говорю как бы вот как это чувствуется что ты вот когда подходишь уже как-то вот ну ты ты чувствуешь страх вот я чувствовал скажем так не какой-то такое страх вот хорошая я чувствовал ну какой-то такой страх не очень приятные когда ты подходишь и но вроде бы это ну человек вот но как-то общество создает такое вокруг него энергетику какую-то вот такой супер важности вот и мне кажется очень часто епископ сам ну и и священниками то же самое может происходить когда он начинает это все ну принимать когда когда начинается вот чувства такие там и ты начинаешь действительно бар я так рассуждаю что ты вот действительно какой-то важный человек и ты тут ну как бы все такое там 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 взмахнул рукой бабушки в одну сторону там попадали там другой другую вот я заметил что в зарубежной церкви немножко по-другому отношение к этому всему и нету вот этого ну странного вот этого отношения и чувства мне но я честно скажу мне она очень не нравится вот когда человека начинают куда-то возвышать какие-то невероятные там уже пределы что ты боишься подойти просто там в глаза посмотрели что-то спросить ну как вот как вот вы почувствовали к себе такое отношение вот что вот может некоторые вот из братьев ваши что вот все теперь вот это уже не отец и of a владыка и вот ну все уже как бы все он уже такой вот особенный просто хочется порассуждать об этом как вообще на это все смотрите но я вижу эту проблему в русской церкви действительно особенно на других православных церквах немножко по-другому да и в русской церкви это имеет мне кажется вот исторические архиерея просто причины поскольку вот раньше и этот после пор так просто на одного архиерея там может быть там не знаю 5 миллионов населения до верующих и не знают там тысячу священников и так далее но насто масштабы такие да с другой стороны что уже восемнадцатом не в девятнадцатом веке архиереи жаловались что они как-то как администраторы больше за 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 рабочим столом там сидят и какие-то письма должны писать и отчеты нежели заниматься с людьми и такой отвлеченность вот архиереев от от своего народа это это уже давно в русской церкви как проблема по моему сознаются я думаю вот нынешний патриарх старается этим бороться таким способом что он разделил епархии много епископов дробит их когда будет ли это успешно я не знаю потому что отношение народа как-то к архиереям она по-моему так легко не изменяется они просто как-то вы не думаете это что это может просто какой-то менталитет такой вот у нас такой страны что вот просто на западе как-то ну попроще здесь даже вот студенты могут с при с профессором разговаривать там и на ты могут даже иногда говорить и но есть действительно общение а вот у нас изначально даже в школах то есть тебя как-то немножко воспитывают с каким-то таким вот чрезмерным уважением к старшим что ты не можешь как-то вот я помню в школе в задате вопроса но для меня это было ужасно вот если ты действительно что-то не понимаешь там спросить там вот я не понял это было ну ужас да да это может быть действительно как-то традиция может быть или или просто да русская такая специфика да который надеюсь может быть изменится что с будущим от влияния западного может это духа посмотрим куда это ведет на нашего зарубежная церковь она набрала опыт в сербии когда когда вот миграция там было между войнами да и там мне кажется вот приняли вот вот дух сербских архиереев и по-моему от этого произошло вот такое изменение ну что наши архиереи тоже были русскими да то есть такое же было да когда отношения и вот это вот такая была пропасть между на простым народом а в сербии это там действительно не очень нравится как архиереи относятся к народу и как народ относится к то есть там друг друга любят как бы действительно есть тоже величайшее уважение такая же есть и у них есть традиционно такой исторические кафедры архиерейские где архиереи раньше был и князем и действительно распоряжался и по по мирским делам но тем не менее там может быть даже в только в последнюю вот вот в двадцатом веке может быть такая школа была архиереев которые старались как-то вот изменить это вот это и и как-то приблизиться к своим народам и вот от этой школы мне кажется и наши архиереи питались воспитаны воспитались на и поэтому вот зарубежная церковь мне кажется гораздо лучше вот это отношение между архиереем и верующим вот такой вопрос почему именно православие это элемент случайной случайности или деятельный путь поиска и выбора могли бы вы назвать основные вехи или события вашей жизни повлиявали по повлиявшие на решение принять православие и тем более избрать монашеский путь именно вот какие-то вот конкретные события вот из вашей жизни что вы пережив их понимали так вот это вот это вот это вот все таки я туда иду ну вот я вместе с моей мамой мы как-то приблизились к православию постепенно как-то мы вместе с ней даже читали там разные как-то священные книги и так далее а потом мы сами пришли к выводу что вот библия это все-таки самый лучший из них самое как-то верное и а потом следующее до христианство и потом католич католицизм да мы обнаружили себе все-таки там люди придерживаются к традиции которые столетиями там существовали да они какие-то там придумывает просто на месте ну а там мы видели тоже то что я говорил что вещи которые нас возмущали вот вот это именно авторитет папы который не имеет никакого основания и она имеет какое-то богословское основание да у них но она как-то не убедительно и вот целебать как-то оказалось как-то странным да человек живет в мире но и и вот например исповедует там всех кругом там женщину и так далее женаты и неженаты но должен сам жить как ангел и что это на самом деле как-то не очень работает очень хорошо надо с просто видно на глазах и эти бедные священники у них они страдают этим не кажется это прямо видно что это для них это это просто не естественно и так далее потом вот были такие вот события как как мы с мамой когда познакомились с православием и для меня очень быстро потом как-то стало ясно что вот это правильно для меня еще было очень важно здесь в этом монастыре побывать две недели не просто жил вместе здесь братьями тогда я в ладонице работал с отцом милитоном нашим много вопросов проходил и с владыки марком каждый день он уделял время чтобы я не записаны были вопросы каждый день к нему подошел как-то я мог решать для себя вот главные вопросы и после после этого для меня просто стало все ясно и все на месте это это с одной точки с точки это это чувство наши не чувствуешь что все правильно и действительно действительно так и есть да как в истории евангельской как два ученика иисуса после воскресенья до ходит маус и как они после беседы с христом которые которого они не познали как христа они говорят что как у нас горели сердце когда он с нами говорил потому что он истину говорил и я это чувствует даже могу просто уже не всегда но почти всегда могу как-то по этим определяться но я чувствую что это правда если кто-то говорит что то что это 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 так а как вы думаете на ваш путь что больше повлияло именно личности какие-то либо это вот именно ваши рассуждения внутренние но я такой я умственный человек да я люблю все обдумывать и для меня это было очень важно что в голове как-то все стало на свои места и все как-то сходило в общую картину и это для меня важнее было чем люди или примеров людей